Всем приветик, мои дорогие любимые. Сегодня я для вас снимаю видос, в котором буду отвечать на ваши вопросы по поводу отношений. Правильно ли слать бывшего, даже если не хочешь? Я искренне не понимаю девушек, которые прутся в эти прошлые отношения. Я об этом могу говорить бесконечно долго. Просто, когда вы уже поймёте вот эту простую истину, что там ничего нет интересного. Но если вы расстались, ну неужели это не просто так? Люди, когда любят друг друга, они не расстаются. Если они расстаются, расходятся, значит вы просто не нуждаетесь друг в друге. Либо один кто-то, кто предложил расставание, не нуждается в вас или вы в нём, и всё. Потому что любовь это другое, это чувство, когда ты не то что не думаешь о расставании, о том, чтобы как-то разъединиться с человеком. У тебя, ну вообще таких мыслей не возникает. Вы идёте к своим целям, да, вместе. Может быть, да, я имею в виду, что даже к разным целям, но у вас одна, как бы цель чего-то достичь. Вот так. Вот. А когда вы спрашиваете, правильно ли слать бывшего, даже если не хочешь, вот, а что ты оттуда хочешь? Вот что вы пытаетесь? Бывшие люди, они приходят, ну, они нужны для чего? Для опыта. Все люди нам нужны для опыта. И даже неизвестно, когда вот ты встретишь ту самую свою последнюю любовь. И как бы, ну, относитесь вы попроще к этим всяким бывшим. Вот зачем он тебе нужен? Для чего? Чтобы вы опять продолжали издеваться друг на другом. Неужели вот действительно неинтересно посмотреть что-то новое? Есть очень много людей недалёких, которые, вот как мой брат, например, двоюродный, которые считают, что свет клином сошёлся на какой-то пидовке, да. Но у вас ещё столько будет, и сам в итоге через неделю-три находит уже себе новую пассию. Удивительное создание. Парень на третьем этапе отношений яро говорит, что чувства не вернутся. Ну, значит, действительно нет чувств. Почему вы задаёте блогерам такие вопросы? И вообще вот кому-то вы неужели сами своей головой не можете дотолкать о том, что парень на третьем этапе отношений яро говорит, что чувства не вернутся. Ну, значит, он тебе и говорит чувств. Нет, всё, отстань от меня. Просто я немножко другой человек. Я один раз скажу, если меня не слышат, я потом игнорирую, прощаюсь, везде блокирую. Потому что мне неинтересно тебе миллион раз одно и то же доносить. И у меня так со всеми расставаниями было, что потом мужики мне звонили, писали, приходили. Ну, не хочу я, чё мне с тобой, ля-ля-та-паля-та. Просто и тут то же самое. Тебе парень говорит, всё, чувства не вернутся, отстань. А ты ему, ну как так, что правда, ну что ж ты такой эмоциональный, ну зайка, ну как так не вернутся. Уважай себя. Парень, ещё раз, на третьем этапе отношений Яра говорит, что чувства не вернутся. Яра. Что здесь за слово Яра? Ярила, бог солнца, что ты о чём, девочка? Пять стадий любви, почему многие хотят уже расстаться, смотри. Первая стадия влюблённость. Вторая стадия создания пары. Третье разочарование. Я, походу, это всё переживаю за первую неделю отношений. Четвёртая стадия настоящая прочная любовь. Ну, ребят, ну бред. Пятая стадия любовь, которая может изменить мир. Ну, сказки. Сказки прям, я не могу. Ну, это типично. Вы влюбляетесь, да. Почему вторая стадия, это стадия этапа отношений? Вообще он тут к чему? Это просто факт. То, что начались отношения, это факт. Одно слово, и всё, у тебя отношения. А вот влюблённость, это чувство, это то, что там, вот это как-то меняется, да, сознание человека, восприятие человека по поводу другого человека. Терня какая-то, а потом, чё? Третье разочарование. Нет никакого разочарования. Всё как-то ужасно вообще. Кто это придумал, вот эти пять стадий? Начинается просто вот это вот приедание друг к другу. В особенности, если ваш партнёр будет повторять одно и то же. Если вам это, это, десять раз за день, сто раз за день сказать, я тебя люблю, я не знаю, если вы не соргнёте, значит, у вас что-то с психикой. Потому что, ребят, ну одно и то же, это просто, когда тебе человек один раз даже за день это скажет, вот это будет искренне. И не так, что типа, а скажи мне, что ты меня любишь, а скажи мне, что ты ко мне чувствуешь. Вот, а когда именно искренне человек скажет, там, я тебя люблю, вот. А тут вот это вот приедание. Ну, когда вы, блин, каждый день вместе, знаете, и когда по вечерам там, он вообще перестаёт цветочки дарить, да, вот эти вот туда приходится с работы уже месяц, второй. Вот это уже стадия разочарования. Но тут другое подкрепляется, я не понимаю, почему это, блядь, входит в стадию отношений. Почему? Этого можно избежать, если люди просто будут более оригинальными, неглупыми. Это всё можно избежать, если просто делать не потому, что у тебя животные инстинкты, например, да, заниматься жёханным, шпёханным, или делать сто тысячу комплиментов на дню просто потому, что ты боишься потерять человека. А когда вы начнёте встречаться вот этот, здесь описаны стадии каких-то больных, а потом вообще идёт сказка. Ну, вы посмотрите, настоящая четвёртая стадия, прочная любовь, пятая любовь, которая может изменить мир. Да вы чё, с дуба рухнули? Это сколько любовей-то таких? Чё, все любовью меняют мир? Это ваш, наверное, какой-то узкомыслящий мирок можно будет поменять. Вообще, бред, не нужно вот это вот смотреть. У меня ни одни отношения вот по такой системе не базировались. У меня, короче, ни в одних отношениях не было вот таких вот стадий. Это просто бред, всё. Хватит возвышать вот это чувство любви, что это супер что-то нереальное, что вы измените мир, что любовь это нечто такое классное. Любовь, к сожалению, нужна только для того, чтобы вам не было грустно, скучно, и всё. Вы все одиноки. Примите это. Как понять, что парень тебе подходит полностью? Такого не будет. Никогда тебе человек не будет подходить полностью. У него будут свои нюансы, он будет по-своему особенный. Не бывает человека идеального. Вот прям реально вот мышление, не знаю, пятилетнего ребёнка. Как чтобы он тебе подходил полностью? Да никто тебе не будет подходить полностью, полностью. Ты даже сама себе не подходишь, потому что ты в чём-то себя не любишь. Руки толстые, лицо, блин, такое-то. Ноги толстые, живот, блин, какой-то не такое. Надо сделать операцию здесь, вот здесь, вот здесь. Там, я глупая, я умная, чересчур я стромная. То есть, понимаете, как вы можете сказать, что вам кто-то полностью подойдёт, если вы себе сами полностью не подходите. И так же тебе никто не будет подходить. Так же тебя будут принимать с твоими заёбами, и ты будешь принимать человека с его. И всё. Что делать, когда у парня пропал интерес по отношению ко мне? Прощаться с ним. Чё, вообще не работает? Не бум-бум коробка? Что делать? Снимать штаны и бегать, солнце моё. Ну, чё тебе ещё-то делать? Я просто... Вот это вот хватит реально слушать всяких вот этих психологов и тарологов, которые вам желают любви, счастья, здоровья. И всё у вас будет прекрасно. Мыслите реально. Девочки, пропал интерес, не нужна. Всё, пока. Мыслите реально. Ну, хватит. Вот это я вообще не понимаю. Я сейчас посмотрела сериал, который вам порекомендовала в Телеграме. Заходите, смотрите. В чём прикол? Прикол в том, что там женщина взрослая, у которой семья всё там к бывшему, бежит, бежит, бежит. Он меня любит, он меня любит. И вот она... И он к ней просто, знаете, просто хочет перепухончик, чего-то лёгкого такого ненавязчивого. Она такая... Он меня любит, он меня любит. Ну, короче, глупая взрослая женщина, да? Взрослая женщина была глупой. Она чуть свою семью не разрушила. Благо, там просто муж адекватный. Я бы такого вообще не простила. Я бы её на первой стадии как спалила, что он общается там с бывшим, да? Или всего молодого человека с бывшей, соответственно, потому что я гетеросексуалка. Я бы просто попрощалась, и всё. Ну, там муж, ну, прям тряпочка. Она просто глупая женщина. Ну, они стоят друг друга. Так вот. Я к тому, что если пропал, ещё раз говорю, интерес, значит, не нужна, неинтересна, не хочет он с вами быть. Или она, всё, куда бежите, вот куда вы прётесь, зачем прётесь, для чего, какая у тебя цель? Сказали, не любят, значит, не любят. Какая разница? Мыслите шире, мыслите проще. Вот вы на пиздострадания столько времени тратите. Сели, пошли работать. Чё-то захотели там переспать с кем-то, пошли нашли с кем переспать. Тяжело, не можете кого-то забыть. Вам нужен, значит, человек, с которым вы ещё будете встречаться. Значит, пошли на сайты знакомств. Пошли на свидания, пошли гулять. Всё. Как, вот понимаете, это как болезнь. Вот если ты её лечить не будешь, она у тебя не пройдёт. Она у тебя перейдёт в стадию какую-то агрессивную. Ты просто можешь погибнуть даже, да, умереть. Я вот к чему это всё? К тому, что мы живём, вот, к сожалению, в мире, где нужно справляться с трудностями. И не знаю, как у вас, но в моей жизни всегда одно на другое, одно на другое. Вот так вот накладывается бесконечно, много и долго. Что я делаю? Я работаю, и мне всё равно, понимаете? Вот у парня пропал интерес. Да мне насрать, что у тебя там пропало? Ну и всё, и до свидания. Чё у тебя? Можно ли спрашивать, с кем пил парень или сам расскажет? Чё за детский сад? Тебя вообще, блядь, у тебя нету дела, я не знаю, своих. Тебе нечем заняться. Почему ты интересуешься, с кем пил твой парень? Какая тебе разница, чё он делал? Где он был вообще? Какая разница? Мне всегда, вот, честно, во всех отношениях, мне вообще всё равно. Где? Чё ты делал? Мне пофиг. Просто если будет что-то, что меня выбесит, мы расстанемся. Пример моё прошлое отношение, где я безумно полюбила человека за три месяца. Но как легко я с ним попрощалась, потому что это было нужно и потому что мне насрать. Вот. Я просто моментами люблю, а моментами мне вообще так-то, ну, пофиг. И большинство моментов, я могу сказать, что мне было пофиг. Если мне не нравится мой парень внешне, но нравится общение с ним, это норм или нет? Ну, что-то у него должно быть. Ну, пока ты маленькая, скорее всего, с таким мышлением, у тебя... Он должен быть хотя бы красивым. Хотя очень много тёть, знаешь, у меня знакомых с таким же мышлением, как у тебя. Взрослые девочки, да, прям позорище. Вот. А тебе пока ещё не критично. Ну, собственно... Чё могу сказать? Чё, он красивый, если... А, нет, он некрасивый, только общение. Блин, ну тебе лет 12-14. Я думаю, что у вас там главное, чтобы красивый был, пока маленький. Вот. Ну, не надо лучше. Общение классное, это если у него есть деньги, и с ним классно общаться, тогда мы его берём. Мы берём либо, если у него есть деньги, либо, если у него есть связи, нам выгодно, чтобы крутиться, либо, что он красивый, но, скорее всего, это Альфонс. Всё максимально просто. Как относишься к отношению на расстоянии? Я к ним не отношусь. Как не привязываться? Просто не привязываться. Зачем? Вы должны преследовать только исключительно свои цели. У вас должны быть свои вот планы. И всё. Почему вы привязываетесь? Потому что вы ставите человека эпицентром вселенной, эпицентром всей своей жизни. Без него не можете вообще. Просто. У вас любовь до гроба, дураки оба. Вот такая вот любовь к человечку. Не должно быть такого. Не должно. Чтобы не привязываться, нужно заниматься чем-то, работать. Оставаться девушкой. Не начинайте вот это. Вот я не люблю готовить, честно. Я могу готовить только для кого-то и то, когда у меня есть настроение. По щелчку пальцев там, типа, пошла, приготовила, отпидорила мои вещи, пошёл нахуй сам пидорь. Ну, типа, я не буду это делать. Мне это зачем нужно? Для чего, зая? Иди сам пидоре, если тебе так это нужно. Мне тут это... Ну, у меня все мужики такие были, сами всё делали, молодцы. А чё я, чё тебе обязана, что ли? Я мама твоя. Пошёл, заказал еду. Чё не нравится? Закинул вещи в стирку, засыпал порошок. Всё. В чём? Какие проблемы? Ну, то всё. Ну, готовлю я вкусно, но только по настроению. Я не буду готовить по этому. С желанием. Волшебные палочки по виновению. Короче, это... Чтобы не привязываться, нужно заниматься своими делами, гулять с девочками, продолжать. Не фокусироваться на одном мужчине, не делать на нём акцент. Не говорить, что ой, что я буду делать, блядь, если тебя не будет, дальше ты будешь жить, дур, пьяная, если он не будет. Чё я буду это делать? Будешь жить, как жила до него. Что делать, если парень не пишет в течение дня? Его отмазка работа. А с хуиной ты должен писать, что ли, по несколько раз за день? Вот тебе реально тебе делать, ну, блядь. Если человек работает, он работает, блядь. Я тоже, когда работаю или еду гулять с друзьями, я не общалась никогда вот так вот с парнями. У них свои дела. Даже если они дома, всё, меня не беспокой, я тусуюсь, отдыхаю. Всё, меня не надо трогать. Уже они знали, если они меня тронут, я пошлю просто, блядь. Как это было с моим бывшим, позабывшим. Ну, реально, он меня достал просто в край. Я сказала, куда я еду. Я его звала, он отказался ехать. И он мне уже поставил название на телевом. Жанин, я 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 жанин. Я говорю, всё, иди, сбросила, и всё, и пошла тусить. Не потому что, он же достал меня, объясняю. Я говорю, я тебя звала, а ты не пришёл. Всё, не мои проблемы, до свидания. Вот и всё, в этом прикол, в этом жизнь. Какие вы прям реально, девочки, вот есть. Мне вообще всё равно, я наоборот, за то, что ты мне вообще не писала несколько денёчков. А лучше никогда, потому что отношения я не ищу и никогда не выйду замуж, никогда у меня их не будет. Потому что я просто дошла до такого вот апогея, что отношения это то, что нас деградирует. Вот. И в принципе, мне это не нужно. Спасибо. Как девушке не превращаться в домохозяйку и не забывать о себе. Не делать то, что просит мужчина. Нянечку, чтобы с детками с твоими прыгала, занимала. Ой, я недорого, иди, работай, зарабатывай на эту нянечку. Если хочешь себе хорошую жизнь, не можешь себе позволить хорошую жизнь с нянечкой. Значит, не заводи детишек, если у тебя нет денежек и если не сможешь воспитать достойную личность. Вот и всё. Так вот, как не превращаться в домохозяйку и не забывать о себе? Нужно просто перекидывать ответственность на других, вот и всё. У тебя должна быть главная твоя ответственность в зарабатывании денег, чтобы давать деньги на перекидывание ответственности другим людям. Готовить еду вообще не обязательно. Можно каждый день заказывать еду из ресторана. Я так делаю. Потому что, ну, типа, я не хочу готовить, мне это не нравится. Мне это неинтересно. Я гурман, я люблю каждый день что-то новое. Если он просит поесть, скажу, жопу поднял и пошелся, сделал и поесть. И всё. Вы не должны... Почему вы считаете, что вы какая-то там домохозяйка, вы что-то кому-то должны... Вы должны только самой себе и всё. Даже не маме, никому вы ничего не обязаны. Не должны вас рожали просто для того, чтобы... Мусора дрожали просто для того, чтобы это... Ваши там мамы, папы были рады вашему существованию. Если они вас рожали, чтобы подать стакан воды в старости, ну, скажите, извините, вы очень по-глупому как бы действовали, да? Она сразу знала, что всё, родится самая, понимаете, вообще красавица девочка. И никому она не достанется, потому что она самая лучшая. И это правда. Короче говоря, моя хорошая, прически, макияжи, работай на любимой работе. И будь всегда красивой. Господи, как это поднимает настроение? Боже мой. Я люблю таких просто женщин. Нормально ли, что я сама плачу в отношениях, парень-бомж? А, плачу. Ну и плачу тоже, да? Не нормально. Зачем вам нужен парень, у которого нет денег? У него же должно быть что-то от мужчины. То, что он тебя там жохан-шпёхан будет делать, я с виду приобрести елак. И всё. Во сколько уже можно встречаться? Ты хоть в 10, ты просто тупенькая будешь. И всё. Зачем? Смотря для чего нужно отношения. Они там духовные, для жохан-шпёхан, для перспективы. Там какие-то, да. Ну, там надо решить, короче. Что с парнем весами произошло? Я просто сблокировала человека, и всё. Мне надоело. Что произошло? Я не хочу общаться. Мне надоело. Ну, он низенький, и всё. И чё, он вообще, ничего там, он не зарабатывает. И вообще никаких плюсов от него. Только то, что он добрый. Нет, спасибо. У меня друзей и так хватает. Мне 19 лет, и ни разу не было отношений. Постоянно из-за этого плачу. Как не думать? Какая разница? Может, ты, блядь, для чего-то великого создана? Солнце моё. Ну и что, что не было отношений? И вообще, ты такая хуйта. Вот, посмотри мои видосы, где я реву, плачу, страдаю. И просто пойми, что оно того не стоит. Это тебе не нужно. Потому что это реально тебе, дорогая, не нужно. Вот и всё.